Всем парт-привет! И сегодня у нас абсолютно парфюмерное видео. И сегодня я расскажу вам о нескольких ароматах из люксового сегмента, с которым мне довелось познакомиться совершенно случайно. И как это произошло, я вам сейчас расскажу. Ну что же, поехали! Так получилось, что в одном из наших магазинов, сети магазинов, аромат флороботаника от Palentiaque продавался за очень-очень небольшие деньги. Буквально смешные деньги. 20 канадских долларов за 100 миллилитров. Ну, это действительно невероятно дешево. И было бы грешно не приобрести себе флакон, что я, собственно, и сделала. Таким образом, у меня появился вот этот вот флакон, который я нахожу очень интересным. Как раз-таки флакон мне очень нравился. Он забавный, он просто забавный. Интересное решение. Я люблю такие приколы. Ну, а сам аромат я в свое время не оценила настолько, чтобы приобрести себе его за реальную его цену. Но он все же достоин остаться у меня парфюмерным шкафом за небольшие деньги. Вот как бы это не тот аромат, который я бы просто побежала и купила. Но если случилась арказия, то почему бы и нет? Почему бы и нет? Почему бы не расширить свою парфюмерную альфакторную эрудицию? Аромат интересный. Интересен он тем, в первую очередь, для меня, что здесь присутствует нота конопли. Нота максимально спорная для меня, потому что я терпеть не могу запах горящей конопли. То есть, когда курят косяк, для меня это пытка, пытушная. Я убегаю просто на другой конец всего помещения, леса, сада, парк и так далее. Очень не люблю этот запах. Но здесь конопля, она, это не тот запах. Это запах листьев конопли, которые я тестила. Нашла растение, не спрашивайте где, растерла в пальчиках и понюхала эти листики. Действительно, здесь этот запах присутствует. Запах листиков конопли. У них очень специфический запах, не неприятный, а довольно приятный. Интересный именно своей вот этой такой особенностью. Кроме того, здесь есть нота мяты в старте. И основная нота, ведущая нота, это, конечно же, нота розы. То есть, по сути, это у нас такой необычный, необычный аромат розы. Холодный, колкий, цепкий, довольно насыщенный. Не думайте, что он там какой-то легенький. В нем есть для меня также некоторая мыльность. Мыльность, но не настолько явная, чтобы это было уже неприятно. Где-то граничит он, знаете, он граничит. Я думаю, что мне нужно его еще поносить, разносить, как-то приноровиться. Но, во всяком случае, сейчас я его нахожу для себя по-прежнему, не моим пальто, но интересным. Интересным это именно за счет вот этих холодных нот мяты и листьев конопли. Ощущение от него следующее. Это кубики льда. Кубики льда, опущенные вот, 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 вот жидкость, напиток, который создан из всех нот. Там он, как я уже сказала, он колкий. Он где-то может быть даже показаться рисковатым. но он интересный интересный при этом при всем при этом он еще и насыщенный и очень стойкий больше двух нанесений я бы не рекомендовал на самом деле потому что он действительно громкий несмотря на то что ощущение от него что он легковоздушный нет 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 никакой нелегковоздушный он насыщенный цепкий колкий аромат любопытный любопытный для тех кто любит розу в ароматах в обрамлении такой зелени довольно яркой зелени могу его порекомендовать но я более чем уверена что большинство из вас уже знакомы с этим ароматом и вот я вот наверное вот одна из последних как всегда запрыгиваю в последний вагон уходящего поезда не знаю снят этот аромат или не снят но во всяком случае у меня появился как-то кофта на мне странно сидит неважно поставим кофту покой как сидит так сидит вообще я вам скажу камера это просто это зло камера это зло камера прибавляет мне буквально хорошее количество килограмм мне это бесит я не знаю как и выставить так чтобы я выглядела так же как в реальной жизни классный интересный останется у меня сказать что это вот прям стало моей любовью нет не могу но интересен для изучения любопытный аромат расскажите мне в комментариях те кто вообще с не знакомы те кто его любит я знаю даже что есть люди которые считают своим ароматным я и просто испевают флакон за флаконом я к ним не отношусь но было бы интересно если среди вас такие вот как как вы относитесь к этому аромату как давно вы с ним знакомы перейдем к трем ароматам которые мне дали в пробничках магазине в котором я покупала вот эту вот флору ботанику была очень очень милая продавщица бывает знаете случается такое что вы встречаете встречает человека незнакомого вам совершенно но его вибрации настолько вам приятны что это как-то располагает к беседе и я как человек довольно необщительный и в принципе нелюдимый не часто не часто встречаю таких людей но вот когда встречаю они не вызывают во мне живейший интерес и не вот вот все интересно они хочется как-то с ними говорите вот что они рассказали и как они живут и и про семью я готова слушать все что все что они мне готовы рассказать это это приятно это приятное и и беседа с такими людьми всегда правило очень такая знаете непосредственная легко ведущаяся вот встретила такую женщину мы с ней разговорились и она мне предложила три пробничка я сказала почему бы и нет с радостью всегда готова к новым приключениям все три аромата созданы в 2021 году соответственно это новинки и возможно вам будет интересно узнать мое мнение о них я не так часто получаю новинки или делаю на них какие-то обзоры обычно я бегаю за уходящими поездами но тут вот так вот получилось и первого аромата которым я хочу поговорить это будет аромат аромат light blue forever это флангер я не люблю light blue признаюсь вам я наталья не люблю light blue я знаю что этот аромат любимый почитаем многими но я не отношусь к их числу но да я частенько слышу его от других в общем-то наслаждаюсь шлейфом на ком-то он сидит хорошо на а мне вот услышать его в шлейфе с удовольствием носить на себе нет он меня раздражает раздражает какой-то он он для меня он свербящий для меня он рисковатый я не очень такое люблю и я с опаской относилась к этому отнеслась к этому пробничку дня два я вообще не решалась на себя нанести боялась вот такая я трусиха нанесла нанесла и в общем-то не очень он меня и испугал здесь интересная нота присутствует нота красного апельсина я знаю что во флагмане ее нет а здесь ее добавили и она как-то для меня будет делать более интересным добавляя вот эту горчинку свойственную ноте красного апельсина помимо этого здесь убрали колокольчики и добавили и оставили белые цветы и жасмин если я не ошибаюсь кроме того остался цитрус остался мускус кашмиран здесь еще есть кедр но в общем то для меня это такая знаете древесно-цитрусовая история где все таки превалируют цитрусовые ноты с какой то с какой то такой легкой знаете кремовостью кашмирана он здесь дает это ощущение но все же общее направление древесно-цитрусовое во всяком случае для меня возможно я ошибаюсь древесно-цитрусово-мускусно наверное интересный интересный носить не смогу сама у меня небольшой поклонник цитрусовых ароматов хороший для тех кто любит light blue я бы порекомендовала попробовать вот этот вот forever возможно он вам понравится и вы обокатите свой light blue гардероб еще одним еще одной из его из его ипостасей вот такой вот ароматец неплохой неплохой все еще не мое пальто но вполне себе приличный далее аромат я вам покажу который мне совершенно не понравился категорически абсолютно просто вот вот убиться убиться можно я люблю лучшую пасту линейка от Валентина в первую очередь потому что мой аромат любимейший Homo Intense именно из этой линейки черный флакон классный я себе еще и задублила его молодец были слухи что он снят этот Homo Intense но потом мне сказали что его переиздали ну в общем так мы отвлеклись отвлеклись вернемся к этому к желтенькому называется Он Born in Roma Yellow Dream рожденный в Риме желтый слон как то так и тут для меня вот прям ужасающая история это цитрус цитрус роза и мускус заявлены три ноты для меня и звучит на три ноты не более но самое ужасное в том что мускус который он здесь использует для меня абсолютно невыносим невыносим я его даже смыла честно скажу настолько он на мне звучит химозно неприятно при том что я обожаю мускусы они на меня как правило сидят просто прекрасно я возможно себе лещу но во всяком случае мне нравится как они на мне звучат в данном случае это совершенно другая история мне понравился абсолютно днем одним словом я могу его определить химозный но это не уровень валентина опять же простят меня те кто любит этот аромат мне он абсолютно не понравился он на мой взгляд звучит даже дешево как-то он ну все все в нем как-то не в лап не в попад и раскрывается неприятно все обругала извиняюсь еще раз мне нравится а вот аромат который удивил оказался дома на котором я разлагала 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 меньше всего надежд это Марк Джейкобс и я знакома с несколькими ароматами которые мне совершенно не впечатлили для меня они звучат довольно простенько это симпатично но не мое не мое это не захотелось мне приобрести ни один из этих флаконов а этот удивил действительно удивил потому что он звучит очень необычно звучит практически по нишевому и я вкладываю в это слово положительный положительную коннотацию называется он perfect perfect intense вот такой вот флакончик вот и опять же выпуск 2000 2021 года аромат удивил тем что в нем он звучит очень необычно своем звучании мне напомнил аромат от дома тео каванель который кажется называется о ла ла с рисовой мукой поправьте меня если я ошибаюсь я легко ошибаюсь такое со мной случается частенько королева ляпов кроме того здесь у нас есть миндаль причем миндаль не тонидный миндаль здесь гурманский и в базе сандал вот это вот все вместе и тут еще есть цветы цветы белые какие-то цветы есть однозначно он звучит очень интересно необычно что для меня является большим комплиментом в нем есть лактонность лактонность такая которую если бы не дали вам слепом затестить и спросили какие здесь ноты я бы сказала рисовая мука но видимо нет видимо это вот такой вот гурманский миндаль в купе с сандалом дают лактонную ноту он сладкий он приятный он не супер сложный но он при этом очень необычный я с большим удовольствием отложу вот этот пробничек и поношу его более холодное время года потому что мне кажется я такой даже носила бы честно говоря опять же не побегу покупать его в магазин за полную стоимость нет не дождетесь господа ритейлеры дистрибьюторы или как там вам назвать вас назвать но если попадет по какой-то дешевой цене я возможно бы приобрела в себе небольшой флакончик потому что он действительно интересный вот нанесу-ка я его сейчас хочется вот он у меня не вызывает отторжения интересно сначала прям чувствую спирт но он уйдет он уйдет и аромат раскрывается в базе ближе к базе он становится таким знаете более еще более лактонным каким-то даже пудрово лактонным но я такое направление не люблю мне вкусно он где-то на грани с гурманникой но еще не скатывается в гурманнику хотя попытки делает вкусняшка вкусняшка классный попробуйте если вы любите такое дело рассказала я вам о трех ароматах два обругала один похвалила один так полу похвалила и сейчас на завтра я вам покажу три аромата которых я обязательно расскажу в одном из будущих видео но просто не могу я хочу похвастаться получила я аромат от дома трусарди из их бутиковой линейки это у нас аромат который название длинное последнее с ума сходит последнее слово так дети прекратите мама на съемках мама на съемочной площадке вот последнее слово название о май гад сейчас переждем это лавина лая извините мне еще раз я не могу это контролировать я же не одену у них я не знаю что даже не знаю что она и хотеть чтобы они не лаяли последнее слово название это ну оба и этот аромат такой классный такой классный такой классный я просто в полнейшем от него в восторге сегодня получилось сегодня нанесла сегодня же влюбилась задолбала всех своих знакомых восторгами и своим писком счастья обязательно расскажу более того ко мне это еще два полноразмерных флакона из этой же линейки и еще два в атлевантах то есть простите ради бога то есть из шести ароматов этой линейки у меня будет пять которых я смогу вам рассказать с большим делаю это удовольствие потому что мы вот так судя по этому аромату линейка очень удачная клевый 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 и еще один ароматик я получила который ну как я купила и получила соответственно который давно хотела опять же как вы понимаете бежим мы за за уходящим поездом это элисабе как он там правильно называется ньютнур ну классный он действительно классный я обязательно вам о нем расскажу для затравочки скажу что есть есть мнение что он похож на орхидею черную орхидею есть есть такая тема но с нюансом с удовольствием с вами поделюсь этой информацией учитывая то что не забудем о том что я не люблю черную орхидею а этот люблю и вот как случилась любовь с этим несмотря на мою нелюбовь к черной орхидеи мы узнаем но не сегодня и еще один аромат который я то ну что я молодец нащуплю я просто пытаюсь не отрывать взгляда от от вас и вот вот так вот кто рукожок я рукожок этот аромат я получила из России мои дорогие любимые парфюмерные друзья ответили на мои мольбы прислали его мне потому что здесь его найти либо очень сложно либо очень дорого но я его хотела у меня он был в пробнике я его экономила 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 просто вот по капле выдавливала из него и теперь у меня есть целый флакон я с радостью о нем вам расскажу это омбре нуар лалик я как вы знаете не люблю всю линейку анкор нуаров но вот тут тут случилась любовь и у меня есть флакон я вам рассказала обо всем что хотела буду счастлива видеть ваши комментарии с вашими мнениями которые для меня очень очень цены безумно интересны вы мои парфюмерные друзья без вас этот канал не имеет никакого смысла также подписывайтесь на на мой канал буду признательна мне это приятно для меня это дополнительная и очень большая сильная мотивация для того чтобы продолжать делиться с вами своими парфюмерными впечатлениями находками и любовями за всем я с вами прощаюсь люблю целую обнимаю и пока